Сегодняшняя тема Результаты исследования, проведенного большой международной группой ученых, опубликованы в журнале Science. Люди, пережившие аварию на Чернобыльской АЭС, долгие годы жили в страхе перед тем, что полученная ими высокая доза ионизирующей радиации вызвала генетические изменения, которые могут передаться детям, повысив у них риск генетических заболеваний. Однако новые научные данные призваны развеять эти страхи. Ученые полностью расшифровали геномы 105 семейных пар, а также 130 их взрослых детей, родившихся в период с 1987 по 2002 годы. Родители, как правило, отцы, либо непосредственно участвовали в ликвидации последствий аварии, либо находились в момент аварии и в первые часы после нее в ближайшем к взорвавшемуся атомному реактору городе Припять. Все эти люди получили различные дозы радиоактивного облучения. Исследователи интересовало, не повысился ли уровень мутации Денова, то есть, генетических изменений, возникших вновь, а не унаследованных, в геномах их детей, родившихся уже после аварии. Таким образом, сделали вывод автора исследования, полученные результаты позволяют предположить, что радиоактивное облучение, которому подверглись родители, оказало минимальное воздействие на здоровье следующего поколения. Читайте также, как наивное человечество познакомилось с радиацией смотрите наше видео. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.